здравствуйте меня зовут алексей красиков добро пожаловать на портал невроза мегаполиса я продолжаю цикл лекции по невротическим расстройствам вегетососудистой дистонии паническому расстройству и так далее я долго не снимал никакого ролика вот немножко раньше анонсировал о том что будет цикл новых лекций сегодня я бы хотел ответить на один из вопросов новичков потому что достаточно большое количество зрителей портала знают ответ на этот вопрос но я хочу всем объяснить что кроме вас в мире есть люди которые только начинают смотреть которые что-то не понимают которым тяжело дается понимание ли которые находятся постоянно внутренним каком-то противоречии информационным да потому что к сожалению часто информация в книжках или видео контенте она достаточно при противоречива и непонятно что же в итоге делать я как человек работающий в разных направлениях психотерапии изучавший разные направления могут действительно вам сказать что правда что многие психоаналитические психотерапевтические методы и модальности они порой противоречат друг другу из-за этого существует большое количество сообществ большое количество ассоциаций где разгорается яркая полемика яркие споры научные диспуты на тему как лечить а тему и теологии патогенеза расстройства данного клиента диагностики о самом диагнозе и так далее поэтому вы должны понимать что психиатрический подход будет рассматривать ваши жалобы до с одной стороны психологический подход другой психоаналитический с третьей психоаналитическом подходе будут разные модальности которые тоже будут рассматривать вашу проблему по-разному в когнитивной или в поведенческой терапии или в экзотенциальных направлениях тоже по-своему и эти подходы немножечко разные они могут противоречить друг другу и так давайте с вами разберемся что же такое вегетососудистая дисфункция или дистонии она живая с д с которой вы хотите справиться что же такое паническая атака невроз и и теология всего этого дела в происхождении да и самое главное причем здесь психотерапия потому что огромное количество начинами людей которые мне пишут первичные письма они никак не могут понять и это естественно каким образом психотерапия связанная с комом в горле с диареи с мочеиспусканием с тахикардии с паническим приступом ведь как кажется вам все что с вами происходит это происходит конкретно с телом в какой-то момент вы это называете всд вам об этом так говорят да или паническая атака это правда и ни о какой психотерапии здесь речи не идет моих предыдущих лекциях вы услышали термин внутренний конфликт и так далее и так давайте же все-таки поставим точки над и и поймем что же такое вегетососудистая дистония тот многосторонний многофакторный диагноз который у нас у всех есть это комплекс жалоб телесного характера который является ничем иным как эмоциональным проявлением телесным телесным проявлением эмоций то есть вегетососудистая дисфункция это не самостоятельный невроз или не самостоятельная болезнь это обычное телесное проявление эмоций ладошки проявление эмоций страха беспокойства или наоборот позитивных эмоций радости ажиотажа оргазма даже того же поэтому от оргазма до страха вегетатика ваша работает одинаково вот сейчас я не смогу полностью объяснить всех процессов для этого нужно более детально изучать этот вопрос вам прежде всего мне рассказывать детально давайте поймем что вегетососудистая дисфункция не может быть или не быть это состояние повышенного эмоционального фона которая создается путем определенной интерпретации ваших ситуаций в жизни ваших обстоятельств вы эти обстоятельства жизни не понимаете и не осознаете и так давайте возьмем конкретного клиента у которого жалобы на страх за сердце или панические атаки в sd он никакого отношения и никакого взаима никакой взаимосвязи не видит с тем что у него в жизни происходит определенный хреновый результат его реальный какой-то жизни например в сфере семейного общения сфере личной жизни сфере половой жизни в сфере финансовой в сфере личностного успеха в сфере достижения целей в сфере самооценки у него там сто процентов есть большое количество проблем которые он может осознавать или не осознавать но мой пациент придя ко мне не придает этому значение он придает главное значение его телесным жалобам и страху и беспокойству которые для него являются как бы самыми главными и он говорит лёш вот ты избавь меня от панической атаки от всд и я сразу стану эффективным у меня сразу жизнь наладится и все будет хорошо и вот здесь я вам даю гарантию о том что это большая ошибка само по себе вегетативное эмоциональное состояние и паническая атака это лишь следствие глобальной проблемы которая называется невроз давайте разбираться если предположим мы проведем эксперимент и человека научить не бояться панической атаки а это не сложно посмотрите предыдущий вебинар все что вам надо знать о панической атаке и так далее такой беленький да вы сможете справиться с панической атакой с агорофобия самостоятельно куча материала пожалуйста но 95 процентов людей которых уже нет панических атак они приходят и здрасте меня вот получилось не испытывать панических атак но мне что-то как-то не лучше у меня все время проблемы в личной жизни у меня проблемы на работе у меня проблемы с эмоциями у меня постоянно какие-то кишечные проблемы какая-то тахикардия ком в горле и нет панических атак это не в сде это обычный невроз потому что невроз это форма поведения запоминайте это поведение в среде относительно себя или окружающих в результате этого поведения вы принимаете неэффективные решения из-за неэффективных решений вы недовольны качеством вашей жизни и какими-то обстоятельствами которые вы потом опять трактуете как неэффективность и того психотерапия помогает человеку стать гораздо более эффективным в разных сферах жизни решать так называемые внутренние противоречия которые мешают вам принимать решение ну например пойти не пойти расстаться не расстаться начать не начать можно не можно хочется не хочется как же поступить а как не ошибиться вот все эти внутренние противоречия и учат разрешать в себе психотерапевтические методы вегетососудистая дистония и паническое расстройство является лишь следствием той задницы по большому счету в которую вы себя загнали путем невозможности принимать решений путем слишком сильной эмоциональной гипертрофии ситуации то есть по большому счету ваш невроз это состояние в которой вы сами себя загнали вашими поступками вашими отношениям к людям вашим отношениям к ситуации вы совершали определенные поступки и естественным образом вы остались одна или естественным образом у вас не получается там ты и там то и вот и благодаря тем поступкам которому не придавали никакого значения вы попали в состояние мягко говоря не очень и вы его оценили как загнанный в зверь а загнанный в угол зверь естественно срабатывает инстинкт самосохранения а если самосохранения то есть паническая атака еще раз ваше мировоззрение ваше мышление ваши эмоции и убеждения в купе создают определенные поведения или поступки эти поступки приводят вас к хреновому результату в разных сферах жизни и этот хреновый результат в разных сфере в сферах жизни вас по полной программе в результате чего вы начинаете трактовать ваше положение как загнанное в угол где нету выхода где все плохо и обречено и вы не успеваете а вам надо а уже 30 а уже пора и вы начинаете внутренне суетиться вот тут-то на передний план и выходит вашего с д вот эта внутренняя суета вот эта внутренняя метафора угла и отражается в инстинкте самосохранения который горе врачи трактуют как в с д понятно теперь всем что такое в с д в с д это обычное телесное проявление беспокойство инстинкта самосохранения потому что на это есть причины и причины они конкретны и эти причины в качестве вашей жизни посмотрите с кем вы просыпаетесь с кем вы засыпаете как вы работаете куда вы едете чем вы занимаетесь а чем ты будешь заниматься через год а чем через три а зачем ты это делаешь а для чего и если провести ревизию определенных обстоятельств вашей жизни когда у вас все это начиналось и по сей день вы увидите что вы недовольны огромным количеством качества жизни в разных сферах и вы бессознательно интерпретируете все это очень не объективно именно этой интерпретации порождает вашу внутреннюю эмоцию отсюда и вся ваша легитативная симптоматика теперь что делает психотерапия бытует мнение о разных скептиков о том что как же так была была был был мальчик у которого было в сд потом что-то у мальчика как-то прошло три года и она закончилась возникает вопрос а зачем нужно психотерапия этому мальчику правда ответ или то же самое касается панических атак у человека были панические атаки он что-то посмотрел ппп и она как бы закончилась и не нужна никакая психотерапия это колоссальная ошибка и колоссальное заблуждение которое не оставит без работы ни меня ни моих коллег объяснить почему объясняю если у человека были вегетативные проявления таких сильных эмоций значит он уже в своей жизни чему-то очень сильно противоречил внутренне или панические атаки это значит что он уже интерпретировал определенные обстоятельства своей жизни как загнанные в угол безвыходности я вам сто процентов даю что даже если у этого человека что-то вдруг в жизни поменялось а именно этим обуславливается резко исцеление у вас просто вдруг в жизни что-то изменилось вы даже не заметили что и она как бы косвенно решила проблему это говорит о том что этот человек рано или поздно опять вылетит в это именно поэтому многих наших пациентов бывало так вот у меня было потом отпустило потом опять было потом опять накрыла и вам кажется что это некая болезнь которая как-то вот так вот странствует по вашему организму независимо от вас нет это неправда поэтому если на какой-то период жизни что-то становится легче или проще это не значит что что-то закончилось это значит что просто не наступили те обстоятельства которые вы опять не будете трактовать самопоражающим образом так вот моя работа работа в группах работа индивидуальные вашего покорного слуги или тех людей там которых я знаю во всяком случае да это психотерапевтическая практика направленная на то чтобы клиент сам понял как он интерпретирует ситуации почему он к ним относится так сверхценно почему он в этих ситуациях и в этих ведет себя так а как я веду себя так что все время остаюсь одна а как я веду себя а как интерпретирую для чего нам это надо для того чтобы во первых а осознать почему именно у вас такое произошло почему именно вегетативные реакции паническое расстройство и такие страхи навязчивости возникли именно у вас б как надо сделать так чтобы это убрать сегодня с как сделать так чтобы этого больше не повторилось и вот здесь есть определенные там мальчики которые считают что не нужна психотерапия но безусловно это смешно да потому что научный мир и научное сообщество всего мира на планете прекрасно понимает что психотерапии это процесс достаточно важный достаточно долгий потому что благодаря осознанию собственного мышления собственных процессов собственных паттернов поведения это осознание помогает вам брать себя в руки и принимать более эффективное решение не доводить себя до определенного эмоционального состояния не попадать в ситуацию в жизни которую вы будете трактовать как безвыходность или не бояться показаться глупым совершить ошибку а вставать идти дальше именно психотерапия дает вам тот самый личностный рост на основе которого вы становитесь более эффективным после качественной психотерапии всегда клиенты становятся эффективными и ребята с которыми мы занимаемся в группе как раз это и демонстрирует они становятся более эффективны в общении с окружающими они становятся более эффективны в каждом своем продуктивном дне они становятся четко они статут четко начать понимать куда они идут и зачем они уже понимают что вопрос не касается всд панических атак или навязчивых страхов они у меня занимаются ребята качеством своей жизни не симптомами отношением с мужем женой мальчиком и девочкой об отношениях на работе об отношениях с людьми в целом об отношениях с родителями именно там мои клиенты должны будут научиться быть более эффективными более осознанными более взвешенными именно эта самокритика и эти навыки и позволяют им решать те самые внутренние конфликты не доводя себя уже до состояния вегетативного напряжения не доводя себя до паники не доводя себя до навязчивости именно этим и занимается психотерапия и это долгий процесс у кого-то быстрее у кого-то медленнее но это процесс у меня есть клиенты которые 2-3 года со мной занимаются и не хотят заканчивать потому что им безумно нравится постоянно обсуждать и анализировать свои поведения конечно это уже вне наличия симптома давно это уже больше развивающие занятия начинаем мы всегда примерно так что сначала это работа с симптоматикой а потом уже сводим человека к конкретным сферам жизни я хочу обратиться к психологам пожалуйста и клиентам запомните одну простую вещь что терапия панического расстройства или вегетососудистой дистонии не заключается в том чтобы вы объяснили человеку как работает паническая атака и что такое ВСД психотерапия заключается под тем что вы должны помочь клиенту наладить реальные сферы жизни реальные сферы жизни в которых у него реальные проблемы если у вашей клиентке проблемы с мужем то вы должны быть способны посадить их троем перед собой и решать эту проблему либо вы должны быть способны дать ей высокоэффективные техники для того чтобы она сама могла работать со своим мужем и со своими эмоциями вы должны быть способны найти ту сферу жизни в которых у вашего клиента возникает то или иное напряжение вы должны быть способны дать высокоэффективные техники чтобы в этих сферах жизни клиент начал вести себя по-новому Именно это и называется работать с клиентом, а не просто рассказать человеку о том, что такое внутренний конфликт и паническая атака. Это ничего не даст ему, это даст какие-то знания, какое-то понимание. Но он придет домой, там по-прежнему тот самый муж, та самая жена, или там по-прежнему никого нет. Он по-прежнему выйдет на улицу увидеть тех самых людей, и он по-прежнему не поедет на собеседование, он по-прежнему будет недоволен этим, этим, этим и этим. И он не придаст этому значения, потому что ваш непрофессионализм не указал клиенту на эти проблемы. А если и указал, то он не знает, что с этим делать. Поэтому я вас всех призываю понимать, что ваша проблема ВСД и панических атак не заключается в вашем симптоме. Она заключается лишь в том, что у вас есть реальные сферы жизни, в которых у вас не получается достичь эффективности. И моя работа вашего покорного услуги заключается в том, чтобы выявить те сферы жизни, в которых у вас возникают противоречия, где вы не принимаете решений, или где вы не знаете, как поступить и куда идти дальше, и как лучше сделать. Вы должны будете в процессе психотерапии сами научиться принимать решения, сами построить планы, пути их достижения. Вы должны будете овладеть высокоэффективными техниками общения, высокоэффективными техниками самопомощи. Вы должны будете научиться самому принимать решения и видеть свои мысли, как ваши мысли интерпретируют разные ситуации. И как вы генерализуете эмоцию, ту или ту. Вы должны будете научиться управлять этими эмоциями, ввиду чего вы перестанете принимать странных решений. Ведь на самом деле, когда вами управляют эмоции, вы начинаете рубить, махать шашки, посылать кого-то куда-то, чего-то делать. Благодаря этим эмоциям вы совершаете ошибки в жизни. Ввиду чего вас увольняют, или ввиду чего вы кому-то не нравитесь, вы расстаетесь, ссоритесь, не идете и так далее, и тому подобное. Вот здесь и есть вся проблема. И моя задача научить вас быть хозяевами собственных эмоций, принимать решения, эффективно общаться и решать эффективно проблемы. А не просто сидеть и говорить, ой, вы знаете, я не могу принять решение. Да, это в начале, но моя задача научить тебя это делать. А вовсе не бороться с вашим ВСД и панической атакой, потому что ВСД и паническая атака – следствие вашей неэффективности в жизни. Я надеюсь, я более четко ответил на вопрос, чем занимается психотерапия. И о том, что ВСД и паническая атака не являются проблемой. Понятно? Поэтому моя задача – сфокусировать нашу с вами работу на реалиях. На реалиях вашего быта, на реалиях вашей эффективности в жизни. А не рисовать вам схемы ПА и ВСД. Это можно сделать за два часа. И я четко знаю, что это не даст никакого результата. Когда человек избавляется от панической атаки, ему кажется, что это главное. Но это не так. Потому что на самом деле он по-прежнему неэффективен в жизни. И я знаю, что 70% моих клиентов, которые сегодня приходят в группы, это люди, у которых уже нет панических атак. Но это люди, у которых сохранилось а – вегетативное напряжение, б – какие-то иногда страхи, навязчивые мысли, кишечники, комы в горлах, тахикардии, страх кого-то убить, сойти с ума, потерять над собой контроль и так далее и тому подобное. Почему? А потому что до сих пор качество их жизни оставляет желать лучшего. Потому что до сих пор эти люди интерпретируют себя и окружающих определенным образом. И психолог, который научил не бояться панических атак или объяснил, что такое ВСД, вовсе не трогал глобальные, важные невротические сферы проблемы клиента. И вот этим я с вами и занимаюсь. Спасибо вам за внимание. До встречи.